Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по книге «Псалтырь». И сегодня мы будем читать второй псалом этой книги. Второй псалом считается мессианским, то есть содержащим в себе пророчество о Христе. В еврейско-греческой и латинской Библиях этот псалом не имеет в надписании имени Давида, но в славянской традиции такое надписание существует. И мы читаем начало этого псалма. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное?» Здесь мы видим какой-то глобальный конфликт, в который втянуты народы и племена. То есть речь идет не о противостоянии еврейского народа с филистимлянами, а нечто более глобальное, нечто более значительное. Здесь метутся народы, и племена замышляют тщетное. То есть любое восстание против Бога, оно никогда не увенчается успехом. Но здесь говорится о неком таком глобальном восстании против Творца, когда люди, восстав против него, пытаются свергнуть себя иго божьих заповедей. То есть осуществить процесс снятия всех табу, всех запретов, чтобы исполнить свои какие-то гедонистические устремления. Но все это с самого начала представляется суетным, не имеющим смысла. Поэтому здесь и сказано, зачем, то есть для чего. То есть это все бессмысленно. Метутся народы, и племена замышляют тщетное. Тщета, то есть это напрасные усилия. «Восстают цари земли». Цари — это царь по-еврейски, это Мелых, цари Мелахим. Цари земли — это правители целых земель. То есть речь идет не только о земле Эра Цесраэль. И князья, князья по-еврейски царим, это правители, но не цари, не монархи. А какие-то другие формы власти, не связанных с монархией. Ну, как сейчас бы сказали бы, монархи и президенты разных стран, они как бы участвуют в неком восстании против Бога. «Восстают цари земли, Мелахим и князья царим совещаются вместе против Господа и против помазанника его». То есть они устроили некий заговор, совет держат друг с другом. Это перекликается с темой, которую мы исследовали в первом псалме, первый стих о собрании развратителей. Их совет — это нечестивый совет, значит, их решения, они заведомо направлены против Господа и против помазанника его. Господь — это в данном случае Бог-отец, а помазанник его — это Бог-сын. И в чем же заключается их восстание? Эти цари и князья, они заявляют, «Расторгнем узы их», то есть узы Господа и помазанника его. Что это значит? «Свергнем с себя иго заповедей Синайского откровения и откажемся от иго евангельских заповедей». Евангельские заповеди тоже называются игом, некими узами, как Христос говорит, «Иго моё есть благо». А вот противники и заповедей Синайского откровения, противники евангельских заповедей, они восклицают единодушно все эти цари и малахимы, все эти князья сарим, «Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их». Если для царя Давида закон – это господнее руководство к действию, и он говорит, что закон – это светильник для ноги моей, то им закон мешает. Это как оковы, которые одеты на их руки, на их ноги, и они хотят расторгнуть эти узы, то есть растабуировать свою жизнь, снять любые ограничения ради собственного гедонизма, ради стремления к страстям, которые осуждаются заповедями Создателя. Но чем может увенчаться такое их восстание, такое единодушное, этот их такой глобализационный проект, когда все цари, все князья единодушны против воли Бога. Далее говорится, Имеется в виду, что победу одержать они не смогут. Вот такое общее восстание против Бога, оно, конечно, произойдет в период апостасии, то есть всемирного отступления от веры. Этот процесс мы наблюдаем в разных странах. И смотрите, то, что не смогли сделать представители безбожной советской власти, сейчас делают комиссары Евросоюза, Европарламента. Например, в Польше, даже в советский период в школах висело распятие. Сейчас все это снимается, то есть считается недопустимо. То есть если поляки могли отстоять распятие в советские времена, в некоторых школах, то в теперешнее время у них ничего не получается, потому что они стали играть в поддавки с этим дьяволом, принимают новый порядок, происходит растабуирование и расхристианизация, когда те начала церковного христианства, которые создали европейский дом, они игнорируются и изгоняются из общества, когда уже рождественская елка считается чем-то предосудительным, оскорбляющим чувства каких-то там заезжих мусульман. А то, что при этом оскорбляются чувства христиан, что им запрещают знак креста иметь, запрещают рождественскую елку поставить, на это уже никто не обращает никакого внимания. Так называемая политкорректность, она существует только для каких-то пришлых людей, которые чувствуют себя как бы новыми хозяевами жизни. Но Господь поругается им, этим нечестивым царям и нечестивым князям. «Тогда скажет им во гневе своем и яростью своею приведет их смятение». Что же Господь скажет этим людям? Какой есть ответ для этого мира в период апостасии? «Я помазал царя моего над Сионом святою горою моею, возвещу определение. Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушивших как сосуд горшечника». То есть ответом для этого гибнущего мира становится диалог между Богом и Отцом и Богом Сыном. И вот этот диалог, когда отец говорит, «Я помазал царя моего над Сионом святою горою моею». И далее уже как бы слова Сына возвещу определение. «Господь сказал мне, ты, сын мой, я ныне родил тебя». И опять идет речь уже Отца. «Проси у меня и дам народы в наследие тебе и пределы земли во владение тебе». И продолжается речь Отца. «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушивших как сосуд горшечника». То есть единственный наш ответ на процесс апостасии – это усилить веру в Святую Троицу, это воспринять взаимоотношения Бога Отца с Богом Сыном как предначертанный план для домостроительства нашего спасения. Почему? Потому что Церковь есть тело Христово. Следовательно, все, что относится ко Христу, в той или иной степени оно может относиться и к народу Божию в целом. Ибо Христос есть истинный глава Церкви, не символический глава Церкви, а настоящий. И это для нас очень важно всегда осознавать. И пока мы будем сохранять верность к главе Церкви, до этого момента враг не сможет нас одолеть. Почему, например, Христос говорит «Будьте мудры, как змии». Святые Отцы дают объяснение. Змея защищает свою голову, потому что, когда нападают на змею, ее бьют в голову. И когда нападают на Церковь, то пытаются ударить по голове, то есть по евангельскому откровению Господа Иисуса Христа. Делаются попытки пересмотреть отношение к самой личности Иисуса Христа. Но для нас это имеет все огромное неприходящее значение. Итак, читаем далее 10 стих. «Вразумитеся, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». То есть еще есть надежда на исправление некоторых из этих малахим царей. «Если они вразумятся, если судьи земли, шовтим, судьи, они тоже научатся путям Господним. И вот этот призыв «служите Господу со страхом и радуйтесь пред Ним с трепетом». Здесь страх и радость, они объединяются вот этим трепетом перед Создателем. То есть, когда мы испытываем страх Божий, это страх нарушить волю того, кого мы возлюбили. Это страх любви. Это не тот страх, о котором сказано, что в любви нет страха. В этой любви есть страх. Это страх нарушить волю любимого, поэтому он и называется началом премудрости. А радоваться с трепетом, то есть радоваться и веселиться с трепетом, что этот дар радости духовной он дан нам, и мы трепещем, чтобы оберегать это блаженное состояние и не потерять его во времена апостасии. И далее следует прямой призыв «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы Вам не погибнуть в пути Вашем». То есть, очень важно, чтобы мы почитали Сына. Что значит «почитать Сына»? То есть «почтение» — это когда мы, почитая кого-то, признаем его достоинство. Достоинство Христа — это достоинство того, о котором в никейцерградском символе веры сказано «света от света, Богоистина от Богоистина». Мы должны почитать божественную природу Сына, потому что и у Отца, и у Сына, равно как и у Духа Святаго, одна божественная сущность. Но в Троице есть три ипостаси, то есть три божественных личностей, и мы должны почитать Сына. А почему здесь не говорится о почитании Отца? Дело в том, что мы не можем прийти к Отцу, минуя Сына. Поэтому верующий в Сына верит и в Отца. «Никто не приходит к Отцу, говорит Христос, как только через меня». Поэтому почтение к Сыну — это почтение и к Отцу, и к Духу Святому. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре». О чем это? Это о втором пришествии Христа. Ибо в первом пришествии Он приходит не судить этот мир, а спасать этот мир. А во втором пришествии, когда кто-то не почтит Сына, в его первом пришествии не признает его рождение в Вифлееме, его служение Евангелие, конечно, таким будет очень тяжело в день суда, ибо гнев его возгорится вскоре. А что значит вскоре? Имеется в виду, что тот, который не проявляет почтение к Сыну, он будет наказан еще в этой земной жизни, а в будущем это наказание, оно только приумножится. «Блаженны все, уповающие на Него». Здесь говорится о том, что блаженны все, которые уповают на Сына Божия, как на единого ходатая и единого посредника между Богом и человеками. Некогда один из ветхозаветных пророков восклицал, кто встанет в проломе, пролом образовался в результате грехпадения между Богом и всем тварным миром. И тогда в ветхозаветные времена не нашлось такого, ибо таковым является только Христос Спаситель, ибо посредник между Богом и человеками, как я часто объясняю, он должен одновременно быть и Богом, и человеком. Итак, Христос становится таковым для нас, нас ради человека и нашего ради спасения. И мы видим смысл этого мессианского псалма, его христоцентричность, весь он говорит и о взаимоотношениях Сына с Отцом, и о взаимоотношении Сына с этим миром, с теми, которые уповают на Него, они называются блаженными, сказано, блажены все, уповающие на Него, и говорится о тех, которые под гневом Его, которые отвергают Сына. Древние христиане, некоторые отцы, это же есть и у иудеев, считали, что первый и второй псалом когда-то были одним псалмом, потому что разделение псалмов, оно как бы не идет ни по какой хронологии. Это некое условное разделение. Например, следующий псалом будет рассказывать о состоянии Давида, когда будет восстание Авесолома. А где-то там ближе к концу псалтыри мы найдем псалмы, где Давид переживает войну с Саулом, которая была значительно раньше, чем его конфликт с собственным сыном Авесолома. А почему считают, что первый и второй псалом были одним псалмом? Потому что первый псалом начинается вот этим словом блажен, блажен муж, а второй оканчивается вот этими словами блаженны все, уповающие на него. И вот на этом основании и древние христиане, и древние иудеи считали, что это один псалом в древности, который был разделен на два псалма, может быть, для того, чтобы подчеркнуть особенности мессианского смысла второго псалма, по отношению к первому, который больше является общей такой конституцией, квантэссенцией всего содержания псалтыри. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова